Фух, ребят, ну шо сказать, удалось. Друзья, всем здорова. Находимся в красивейшем просто месте на диком заброшенном карьере. Недавно я здесь уже бывал. Учел все недочеты предыдущей рыбалки. И сегодня я приехал сюда с новыми силами за вот таким вот огромным карасем. Я уверен, мы его сегодня поймаем. А вот непосредственно та акватория, где мы с вами будем пытаться искать и ловить крупного карася. Итак, друзья, лунки готовы. Давайте теперь буквально пару слов быстренько по оснастке. Кто может еще не в курсе, каким макаром, каким образом я ловлю карася. Это обычная, самая простая из литья удочка. Вот такая вот, которую можно купить за 15 гривен в любом городском магазине. Леска Shimano Aspire SilkShock 01 у меня стоит. Кивочек стоит здесь у меня от Select. Как-то, заметьте, кивок нужно подбирать по чувствительности относительно мормышки. Ну и самые синуса, это вот дело в мормышке. Чем мормышка меньше, тем для карася это лучше. Карась зимой рыба очень вялая. Он в полуанабиозе пребывает. И поэтому желательно, чтобы когда он всасывал мормышку, чтобы он не чувствовал этой тяжести. Поэтому я использую вот такие вот некрупные мелкие мормышки. Вольфрамовая дробинка от Shark. Но в принципе по оснастке это и все. Выставляем удочки. Смотрите, друзья, кивочек настраиваем таким образом, чтобы когда карась подошел и взял мормышку, смотрите, как кивочек поднимается. И это будет видно довольно-таки далеко. Но опять же, друзья, я повторюсь, когда берет крупный карась, он всасывает мормышку и практически всегда сразу начинает отходить. То есть ты уже видишь поклевку, когда у тебя удочка срабатывает как жерлица, грубо говоря, ныряет в лунку. Все, короче, стоит, все на месте. Пока мяса ни одной поклевки не видел. И поэтому, думаю, самое время перекусить. С собой я брал два бутера и чай. С собой я брал два бутера и чай. Ну, наконец-то, ё-моё. Где ж ты раньше был? Ребят, наверное, часа два по времени вернулся на старые лунки, на именно одну лунку, которую я кормил. Думал, плотва задал будет. Наконец-то карасик, ребятки, поймали. Так, ладно, первый пошел. Сейчас посмотрим, что там еще внизу. Может, кто-то еще есть? Тихо-тихо, сход. Фу, ребятки, карасик был и стопудово был карась хороший. Ё-моё. Иди сюда, ребятки, третий. Извиняюсь, конечно, не мог прокомментировать второго пойманного, потому что был важный разговор по телефону. Короче, суть в чем? Проклевывается плотва. Плотва налетела. Здесь я миласой, кстати, кормил. И между плотвой попадается карасик. В этой же лунке, ребятки, был тот кадр, когда я подсекал. У меня просто удочка, ну, с рук. Я не ожидал, что там будет такой вес. Я подсекал удочка с рук. Бабах, чуть не вылетело. В итоге, короче, что-то зацепил. Фук-фук и сразу отрывается. Иди сюда. Ой-ой-ой, ребятки. Ты шо, ты шо? Вот это карасик летел. Так, тихо. Тихо, дружище. Друзья, смотрите, какой красивый караселло. Вот непонятно, в прошлый раз, на прошлой рыбалке, вот таких вообще не было. Реально такой вот средняковый, хороший, ладошечный карась. Дело в том, что на прошлой рыбалке был или такой 700 грамм карась, ну, всего три штуки, там Жека поймал. Либо же, либо же вот такой вот. Вот, смотрите. Ну, такой, чуть меньше ладошки. Вот этот карасик реально нежданчик. Очень порадовал. Вот шумиласа делает. Иди сюда. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, хорошие, ребятки. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ура. Ура, друзья. Так, давайте чуть подальше от ломки отойдем. Чтоб там не сильно... Чтоб там не сильно голосовать. Ребят, ну что сказать. Удалось. Ехали сегодня за крупным карасем. Ну, этот, конечно, не такой, как у Жеки попадались. Но почти такой. Такой, я думаю, до полкила. Этот карасик, может, грамм 450. Это точно. Отличный такой был подъем. Кстати, мормышка, овсинка от Шарк. Чудесный был такой подъем кивка. Как раз вовремя я успел подбежать. Четенько его подсекнул. Классно в губу попал. Ну и, соответственно, не слил его. Очень, ребятки, очень повезло просто то, что он не завел в корягу. Здесь на дне просто коряга на коряй. У Жеки в прошлом видео там было... Он даже был крупный карась, завел в корягу. И еле-еле оттуда он выпутался. То есть он сам потом вышел. Ну, этого я, можно сказать, нахрапом плюс-минус взял. Короче, друзья, фух, уже и денек-то заканчивается. И все-таки под вечер, как я и надеялся, удалось крупного карася поймать. Оба-на! Хорош! Карасик, ребятки! Ай, красавчик! Красавелла! Я уже думал все, честно говоря. Думал уже сейчас минуток десять и буду паковаться. Но раз такое дело, давайте прям до серого посидим. Смотрите, красивый какой карасик такой. На коня, можно сказать, попался. Ну, я, конечно, рассчитываю, что это не на коня. Может, еще будет крупнячковый какой-то. Красавец! Так, отправляюсь оттуда к карасикам. Уже, собственно, и мотыля, вот как можете видеть. Ну, блин, он здесь есть, но его здесь практически нет. Потому что основная часть его дохлая. Я так по две штучки добавляю. К общей массе этого пожеванного. Ну, вот пучок, чтоб плюс-минус постоянный был. На карасика то, что надо. Иди сюда! Красавчик! Да, ребятки, на вечер карасик, конечно, активизировался. Представь, до обеда вообще ни одного карася не было. А тут тебе под вечер уже, смотри, настрелял. Тогда десятка, наверное, поймал. Опа, 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 опа! Опоздали. Оно, может, повторит? Ты смотри, такой подъемчик был и не попал. Есть! Есть, есть, есть! Ай-яй-яй-яй-яй! Иди сюда! Да! Ребятки, прикормка все-таки работает. Ну, как сказать, прикормка. Я думаю, в основном работает миласа. В ту лунку я вообще крышанул совсем немножко. А вот миласа вот сюда, две банки, бабахнул в эту луночку. И смотрите, какая красота! Так, здесь вроде еще все на мази. Не теряем времени, прикинь. Только что... Ну, вот между этими двумя карасями примерно, может, секунд 40 разница. Только выключил камеру. Все, уже включил. Следующая поклевка произошла. С третьей попытки, ребят. Я не знаю, вроде и поклевка карасячая. Плавно-плавно задрал кивок. И, блин, три раза подсекал вообще нифига. Вот и смотри, какой скользкий. Но все же удалось его уговорить. Это хорошо. Карась не крупный, но вечерок сегодня в целом радует. Крупного карася мы уже поймали. Надеюсь, конечно, что еще один влетит до темноты, до полной. Но, в принципе, я и не расстроюсь, если такого не случится. Потому что, ну, сегодня я уже отдохнул просто душой. Знаете, иногда, ну, как бы, не то, что полезно. По крайней мере, я люблю выбираться иногда вообще один на рыбалку. Тем более, в такие места, знаете, безлюдные. Просто отдохнуть душой. Отдохнуть от городской суеты. Отдохнуть, можно сказать, от всего. Есть. Друзья, тут же. Только выключил, включил камеру. Глянь, сразу. Может, влетит все-таки еще покрупнее что-то. Ё-моё. Смотрите под вечер. Ну, вот такой вот, по-моему, второй или третий попался сегодня. По размеру. Ну, законная ладошка. Ну, в принципе, такой размер это уже хорошо. Смотрите, с этой стороны. Вот интересно. У него золотой окрас. Это не миласа, случайно? Не, не миласа. Золотой окрас. Прикинь, если бы он весь таким золотым был, то прикольно было. Хороший кабанчик. Друзья, я вычислил, почему он по три раза клюет. Даже вот только что раз пять, наверное, я подсекал. Не могу засечь. Потому что оно просто... Мотыль свисает сильно, понимаете? Ну, он вообще как сопли. Висит на вот такое вот расстояние сантиметра три. Он его берет, просто не успевает заглотить его полностью. Берет и начинает его тягать туда-сюда. Я, соответственно, подсекаю. Его нема и нема. Да карасевая шпаклевка. Подъемчик такой красивый. То есть со дна подобрал все как положено. Ну вот, сделал я такой вывод. Нормальные карасики такие под вечер пошли. Давай, давай, давай. Иди сюда. Ребят, короче, уже просто элементарно нету мотыля. У меня там осталось их три штуки. Что я сделал? У меня был опарыш перемороженный 300 раз. Я просто для объема опаре, когда насадил... Вам уже, наверное, плохо видно, потому что вот, собственно, и темнеет. Хотя, может, камера и подстроилась. Короче, досадила парика. Клюет, друзья, только расклевалось. Я просто в шоке. Оно повторчик. Берет. Ну, бери, бери, бери. Иди сюда. Ай, красавец. Так, ребятки вернулись к прежнему ракурсу. Хотел на голову в упрошку повесить, дабы было сверху виднее вам. Но на голове у меня налобный фонарь. Поэтому будем с груди снимать. Как хорошо, что я сегодня не сорвался в определенный момент и не поехал домой или еще куда-нибудь. Думаю, не буду сидеть до последнего. Ведь карась здесь есть. Есть 100%. Просто его надо, блин, найти. Глянь, слету. Карась, глянь, поднимает. Есть. Нет, иранушка. Это какая нафиг, иранушка. Нормальный такой на ладоху карась. Вот тебе и вечерок. Вот тебе и дождались карася. Так. Я уже не перенаживляю, друзья. У меня уже нема, что перенаживлять. Там, короче, висят хляки. Оставшиеся от мотыля. И два опарика. Не знаю, у меня опарыш еще-то есть. Попробуем на сам опарыш. Смотрите, мелочь вообще не дрочит. Это просто чудо какое-то. Я не знаю. Только что вообще подряд карась клевал. Может, он просто зашел, встал сюда на миласу, на закорм. Смотри. Тут же. Ай, не попал. Ну, поклевка карасевая, сто пудов. Поклевка карасевая, подъемчик именно. Я не знаю, как вам кивок видно или нет. Смотрите. Есть. Но этот поменьше. Этот поменьше. Ну, кивочек вообще задирает. Так интересно. Люблю карасячьи поклевки. Вот смотрите. У меня тут вообще какие-то хляки, опарыш. Овсинка. Овсинка работает. В основном я использую, конечно, дробинки от Shark Wolfram. Но сегодня овес. Ну, такая именно овсинка, знаете, небольшая. Некрупная мормышка. Она, по-моему, тоже 0,2 грамма. Работает на урах. Так, выставляем в реальном времени удочку. Смотри, только поставил. Подъем. Качает, качает. Подъем. Иди сюда. Ого. Ну, этот уже покрасивее. Хорош карасевичи проклевываются. Друзья, я не ожидал попасть на такую раздачу карася. Под вечер. Капец. Я просто сижу и один за одним его валю. Я не обращаю внимания на соседнюю удочку. Что она там, что с ней, что там клюет, не клюет. Там, наверное, уже обожрала. Я знаю, что я здесь не перенаживляюсь. Просто на какие-то хляки сижу. И один за одним ловлю карася. Смотри, только поставил. Глянь, кивочек. Иди сюда. Ой, красота. Смотрите, какие карасики, ребят. Чисто в реальном времени. Уже не выключая камеру. Так. Едем дальше. Смотри, вообще ничего уже нет. Один опарик и три шкурочки каких-то. Жестяк. Есть. Есть красавчик. Но заставил я его клюнуть и на опариках. Блин, ребята, уже темно вообще. Что это такое? Досиделся. Ой, хорошая поклевка. Есть. Ну, это он. Это он, ребятки. Тот, который на коня, я имею в виду. Ай, красавец. Блин, мормышка такая. Хрен отцепишь. Друзья, сделал фонарик поярче. Смотрим, что нам за сегодня удалось поймать. Практически весь день был такой, бесклёво. Под вечер только-только карасик начал проклёвываться, активизировался. Я его прикармливал, как-то удерживал прикормкой. Ну, можно сказать, больше миласа сыграла роль. По размеру карась, вы знаете, относительно прошлой рыбалки, когда мы сели, получается, там такой больше к мелкому клевал. Смотрите, сегодня довольно-таки немало ладошечных карасей попалось. Вот, вот, ну, вот. Это всё такие нормальные, можно сказать, сковородочные караси. И, конечно же, гость сегодняшней рыбалки, гость программы. Это вот такой дядя. Ну, не берусь... Блин, вот так красиво. Не берусь я сказать, сколько здесь в нём веса. Ну, я думаю, грамм 450, до полкила. Красивый такой карасик. Вот и всё, друзья. Осталось только собрать рыбу, спаковаться и можно отправляться домой. Ну, не знаю, как вам, но мне рыбалочка сегодня вообще понравилась очень-очень. Ребят, если и вам также понравилась рыбалка, попрошу вас, не забывайте ставить лайки. Это очень, блин, как важно для моего канала. Кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Где-то здесь кнопочка выскочит. Куча новых интересных идей, и я уверен, я их смогу в жизнь воплотить. Друзья, всё. Всем пока, до новых встреч.